друзья всем здорова вы на канале китаец лечился меня зовут руслан сегодня у вас небольшая распаковочка наконец-то наконец-то мои руки дошли спустя наверно года три уже как ремонтирую телефоны наконец-то я приобрел себе нормальный лабораторный блок питания и вот так первый раз такая херня то что увидите это я не распаковал то есть вот так вот мне вчера курьер это так на вручил здесь прямо на коробке у нас видим отправителя москва и все вот это вот заводской коробки то есть никак никто ничего не упаковал учитывая то что это ехала транспортной компании но скорее всего да может быть такое допустимо ну блин почта россии бы это ушатало честно говоря прям я уверен смотрим что у нас здесь здесь какая-то небольшая характеристика модель у нас к 3210 д питание 230 вольт плюс минус 10 ну все стандартная на выходе от 0 до 32 вольт видно не видно и от 0 до 10 и 2 ампер то есть у нас стандартная вилка и 3 ампера он должен жрать вроде как с розетки давайте распакуем кстати ехала а мл все ехала и доехала буквально там за наверное неделю стоимость болен честно там 2 с копейками ну для вас как обычно ссылка в описании под этим видео проходите смотрите покупайте сейчас мы откроем извиняюсь кто-то мне пытается дозвониться никогда мне я работаю так 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 сейчас вот скотч отсюда порубаем вот тут они тоже склеили и вот все больше нам ничего не надо посмотрим на конструкцию сейчас раз коробку беру он более-менее в кадр влезет распаковали что мы здесь имеем щупы у нас здесь комплект щупов и щупы я вижу у нас двух сторон одинаковые крокодилы одинаковые крокодилы это очень интересно как они подключаются на моем старом блок питания не просто вставляются потому что герками ну как-то так но старый блок питания устал знаю буду продавать или разыгрывать не знаю куда-то его надо спадать ну я естественно его сделаю перед этим там надо поменять трасса транзистор трасса так работает просто скачки напряжения я уже дал два телефона честно говоря и вот такая так также у нас тут щупы вот такого плана я такие щупы заказывал с китая отдельно они стоили что-то около по-моему 120 рублей ну мне тут маленько интереснее здесь у нас иголочки такие потоньше и это щупы такие добротные кабель обычный пластик никакого силикона у нас тут нету также кабель питания вот это мне не нравится что у нас такая здоровая вилка ну правда вилка наша я думаю потребление не сильно большое хватило бы наверное обычного но земля там как бы особо то не нужно еще у нас тут кабелек а вот это уже это уже стандартно то есть обычные крокодилы ну правда размером побольше если вот эти у нас маленькие здесь у нас побольше и подключение у нас довольно такие силовые кабеля здесь и не знаю ну наверно квадрат точно есть даже наверно по более квадрата сечением и действительно толстый кабель это плюс китайцам light ну как китайцам приехал а то с россией все конечно лабораторник китайский смотрим вот о чем я говорил лабораторник из россии здесь у нас мануал все естественно чисто русском даже без этого так это печку пойдет и давайте мы сейчас вот так вот и сделаем коробочка у нас уже пустая коробочку можем убрать так уплотнители вот так вот такая малютка у нас здесь не бомбит здесь у нас 24 как они называются позиционных дисплейчика то есть у нас напряжение и ампераж мериться до сотых долей кнопка power кнопка вольтаж кстати вольтаж выкрученный был на самый максимум кто-то хотя нет он скорее всего так подстраивание вот максимум выкрутился обратную вольтаж был на самом максимум кто-то хотел под колоть скорее всего и вот это я так понимаем пираж плавного регулирования пирожа нету ну а для вольтажа в принципе у нас здесь оборотов вот видите сколько можно в ручном режиме я думаю плавно подстроить и конечно же размер он очень компактный очень компактный по сравнению с моим это вообще это небо и земля ну и весу здесь где-то килограмма полтора а мой хоть и здоровый он не весят абсолютно ничего там угром 400 что имеем имеем переключатель который обязательно надо перевести в режим 110 но слава богу 233 все правильно кулер для охлаждения всей системы здесь я вижу вход под питание и также я вижу что здесь нарисован предохранитель то есть здесь внутри встроен предохранитель которому есть легкий доступ судя по всему ну я так надеюсь и принципе внутрянка вот я вот смотрю там все довольно так компонована все набитое все там есть кстати запаха прям такой китайщины нету но слегка попахивает китайским сейчас давайте я попробую это все дело включить хотя для начала проверим как она работает для этого наверно свет я маленько приглушу сейчас включим посмотрим на дисплей чеки посмотрим как регулируется все плавность регулировки щупы подкать не буду мультиметры также так что то что перенес я маленько провода здесь приглушил свет включается все стандартно ничего такого сверхъестественного все довольно плотненько ссылочка для вас в описании кто забыл и ничего не бахнет надеюсь ничего не бахнуло включаем опа у нас голубая подсветка и что-то происходит с вольтажом вольтаж плавно ушел на ноль пробуем добавить вольтаж почему-то вольтаж у нас молчит интересно крутим вольтаж стоит на месте а я тут маленько тупанул товарищи смотрите какая херня то есть я кручу вот этот ползунок и я меняю то что я буду изменять сейчас выставляю на вольтаж видите лампочка переключается раз раз и поехали подстройка вольтаж довольно плавно подстраивается вот я уже прокрутил почти оборот еще даже вольт не поднялся вот вольт то есть мы выставляем наше значение 3 и 7 где-то примерно 3 8 много вот и 70 встала и обратно на ампераж вольтаж падает интересно надо еще разбираться по ходу дела с этим делом так давайте заново переключимся поехали 3 3 7 есть интересно почему вольтаж начинает спадать когда я переключаюсь не прямо интересно и как не регулировать теперь ампераж то есть тот знает пишите конечно в комментарии я с этим делом обязательно разберусь я деревянный с таким лабораторником дело еще не имел но надеюсь буду иметь это кручу у нас ампераж скорее всего ампераж у нас еще вставляется с помощью замыкания двух шуков я так думаю но не факт будем разбираться вот такая вот распаковочка у вас вот такой лабораторный блок питания за отличную цену кстати кулер у нас не крутится возможно при нагрузке он будет крутиться но тоже не факт нагрузим посмотрим вольтаж выставляется защита есть может его коротнуть так для прикола ну что дорогие друзья вот я протянул провода подключил все довольно плотно подключается пробуем включить я уже построил маленького вольтаж есть мы оставляемся на нолик и смотрим замыкаем два контакта подкручивая нижнюю мы можем выставить ампераж то есть два ампера 1 0 5 и вот так можем выставлять ампераж ограничивать ток отпускаем у нас на напряжение 3 и 8 осталось замыкаем у нас ограничился ток до 300 миллиампер 306 если быть точнее четыре деления нам надо чтобы сотой части увидеть мало ли там какой-то мини потребление заряжу планирую все-таки приобрести я а тепловизор ну стоит тепловизор сами знаете сколько возможно я обрезу вот такой был небольшой обзорчик небольшая распаковка вентилятор у нас молчит видимо он еще не нагрелся для включения вентилятора такая малютка компактненькая аккуратненькая достаточно мощная напоминаю 30 вольт 10 ампер мне очень понравилось пользоваться я думаю мы с ней сработаемся вам товарищ спасибо за просмотр подписывайтесь на канал кто еще не подписан ставьте лайк этому видео в описании под ним обязательно ссылочка на этот товар до новых встреч пока пока